Здравствуйте! Эфир телеканала Катунь24 продолжает утренний выпуск новостей в студии Егор Матаев. И прямо сейчас переходим к выпуску. 65 барнаульских дворов благоустроили этим летом. Промежуточные итоги реализации проекта формирования комфортной городской среды подвели в Бурнауле. Во дворах уложили асфальт, обустроили тротуары, смонтировали освещение, а также установили урны и скамейки. Добавлю, осталось еще 18 неблагоустроенных дворов. Общей сложности на ремонт 83 дворов к городу было выделено 187 миллионов рублей. Работу должны завершить до 30 ноября 2019 года. Но подрядчики заверяют, что это сделают намного раньше. Новый учебный год у этих ребят начинается с шуток. Команда КВН из Барнаула 120 дБ выступит на международном фестивале детских команд КВН в Анапе. Почему рассмешить большую публику для них не составляет труда? Узнаете далее. В первых рядах на сцене международного фестиваля «Барнаульские ребята в желтых рубашках». 120 дБ – единственная детская команда, которая представила Алтайский край в телевизионных лигах Международного союза КВН. Путевкой на СТ стало удачное выступление на детском фестивале в Анапе. Родители без посторонней помощи собрали на поездку почти полмиллиона рублей. Никто не знает, и мы тут бах выступаем, люди в зале смеются. А кто в зале? В зале те же КВНщики сидят. То есть те же дети, те же их руководители сидят, кто приехал и участвует в этом фестивале. И, следовательно, рассмешить их в два раза сложнее, чем обычного зрителя. Очень круто было, эмоции, конечно, не передать. Родные, близкие не спали. Разница часовых поясов давала, конечно, о себе знать. Но в ожидании результатов, конечно, тут, наверное, полбарнаула не спали. О сне забыл сейчас и Гоша Павлов. На большой сцене он выступать не смог. И теперь каждый день не пропускает ни одной репетиции. КВН-школьник смотрит с 7 лет и лучше других в команде знает, как любую ситуацию превратить в шутку. Вот идете вы по улице, видите, кто-то кого-то ругает. Смешно получилось. Вы генерируете шутку. Или кто-то вам расскажет что-нибудь смешное, вы это переделаете. Это ребята снова докажут на большой сцене. Впереди Международный фестиваль детских команд КВН в Анапе. С 9 по 16 сентября они постараются перешутить 98 команд и выйти в гала-концерт. Болеем за наших. Юмор спасет мир. Анастасия Борисова, Сергей Балуев. Новости. Праздник «Медлово-яблочный спас» прошел в селе Макарьевка Алтайского края. Щедроты алтайских угодий, садов и огородов предоставили десятки фермеров и пчеловодов Алтайского края и Республики Алтай. В гости праздника приняли участие в хороводе у высокого костра. Катали яблоки с горки, прыгали через веревочку, а также хвалились удалью и силой. Одним словом, традиционным славянским играм для детей и взрослых были рады все. От мала до велика. Ох, Макарьевка моя, ты медовая моя, этот праздник каждый год веселится, весь народ. Традиционную деревенскую забаву в честь урожая дополнили современными. Игрой в пейнтбол, планированием на бельтолете и эффектно вечерним файер-шоу. А в праздничном концерте приняли участие как местные, так и приезжие артисты из Барнаула, Белокурихи и Республики Алтай. Концерт он придумал очень давно, но мы решили в этом году немного не разнообразить, чтобы было поинтереснее и более молодым людям. Все эти декорации рисовала я, ну и наш заведующий клубом. Вот, и мы долго очень задерживались, рисовали, и я лично довольна результатом. На этом у меня все. С вами был Егор Матаев. Я желаю вам хорошего дня.